Приветствую всех! Я любимая Ольга. Я совершила кругосветное путешествие автостопом и яхтостопом, имея из постоянного бюджета только обыкновенную пенсию. Продолжаю рассказывать, как находить яхты и вписываться на них. Сегодня я приведу примеры, как находить лодку, непосредственно обходя яхты в Марине, общаясь с капитанами, и покажу, к чему приводят ошибки в определении места и времени поиска яхты. Напомню, что для этого нужно знать английский, хотя бы в школьном объеме, иметь определенные навыки и знать, когда и откуда стартуют лодки в нужном нам направлении. Начать кругосветку со мной согласился мой старинный друг, турист Слава Гусев. У нас у обоих к началу путешествия был объем английского только школьный. Этого маловато, но оказалось достаточно, чтобы эту кругосветку начать. Яхтенный опыт у нас был. Мы закончили курсы яхтенных и рулевых. И ходили по Куйбышевскому водохранилищу всего три года. Благодаря тольяттинскому яхтсмену Андрею Самохлебову мы смогли получить опыт и морской. Мы ходили с ним по Азовскому, Черному морям, и обошли Норвегию из Бергена до Мурманска. Кроме этого, Слава очень хороший механик. Я умею шить и готовить. Таким образом, у нас первые два пункта яхтостопа были выполнены. Третье условие. Знать, откуда стартуют лодки в нужном нам направлении. А нам нужно было перейти из Европы в Центральную или Южную Америку. Выяснили, что существует гонка, ралли, Atlantic Rally for the Cruisers, которые стартуют с Канар, это Испания, Канарские острова с острова Гранд Канария, на Санта-Люсию. Это Антильские острова, Карибское море. Не совсем материк, но направление то. Мы решили, что использовать это ралли для нас будет очень удобно. Кроме этого, мы зашли на сайт гонки и выяснили, что стартует он в начале ноября. И заходит, часть лодок заходит на острова Кабе-Верде, это около Африки, и потом идет на Антильские острова, на остров Санта-Люсия. Нам это было выгоднее, потому что на Кабе-Верде для россиян не нужна шенгенская виза. У Славы шенгенской визы не было. Решено. Встречаемся на Кабе-Верде и стопим там яхту. Арк приходит на Кабе-Верде, на остров Сан-Висенте. Лодки стоят Марине Минделла. Мы появились в Минделла именно в день прихода Арка. Мы зашли в штаб гонки и выяснили, сколько яхт участвует в этом ралли. Их оказалось 71. Мы предупредили, что ищем яхту. И члены штаба обещали нас уведомить, если к ним подойдут капитаны, которые ищут матросов. После этого мы определили последовательность обхода яхт и приступили. У нас было 4 дня. Обходили Марину утром и вечером. С нами уже здоровались, узнавали, как идут дела, желали удачи. В Кабе-Верде яхты приходят уже полностью укомплектованными. И вписаться туда очень сложно. Но возможно, потому что иногда сходят из-за травм или из-за морской болезни. На Канарах вписаться гораздо легче. Помните об этом. Во время поисков лодки мы заходили на все яхты, даже если они не участвовали в гонке. Так мы познакомились с двумя итальянцами, Филиппом и Марко. Они идут на Карибы, но не участвуют в арк. Мы поговорили с ним, и они согласились нас взять с собой, но только в декабре. Кроме этого, капитан нам рассказал, что после ухода гонки сюда, в Марину Минделло, придут другие лодки, которые тоже будут пересекать океан. Вы поняли? Искать лодку здесь можно в ноябре и в декабре. Четвертый день. Пока безрезультатно. Осталась только одна единственная лодка, с капитаном которой мы не пообщались. Это американская лодка Тартан 37, капитан Джим Одли. И только вечером мы с ним встречаемся. Привычные вопросы и совершенно непривычные ответы. Вам нужны матросы? Да. Вы нас возьмете? Да. Вы капитан? Да. Так когда же мы будем оформляться на лодку? Через полчаса встречаемся в штабе гонки. Вы представляете, через полчаса мы уже были полноправными участниками ралли. Это фантастика. Но это реально работает. И на следующее утро мы были уже на лодке и готовили ее к выходу через Атлантический океан. А как вам удавалось найти лодку и договориться с капитаном? Рассказывайте об этом в комментариях. Это очень интересно. Второй пример. Ищем лодку с фалклендских Мальвинских островов на материк. Все равно какая страна. Чили или Аргентина. Время года вторая половина марта. А нужно понимать, что фалкленды находятся на юго-западе Атлантического океана. Это южное полушарие. А в это время уже осень, конец навигации, погода портится. И нам остается всего дней 10 для того, чтобы найти лодку. В Стэнли, в столице фалклендов, в это время было всего 5 яхт. Мы их все обошли. И один француз согласился нас взять. Он шел в Ругвай. Но ему предварительно нужно было зайти на соседний остров, чтобы немного починить лодку. Мы должны были с ним встретиться через день. Но на следующий день он нам отказал. Почему произошел этот отказ, я вам расскажу в одном из следующих роликов, когда буду рассказывать, как найти лодку с помощью сарафанного радио. Расстроились очень. Время уходит. Лодок больше нет. Погода портится. Через несколько дней пришло двухмачтовое судно «Кайман» из Аргентины с капитаном-итальянцем, которого звали Егор. Команда 5 человек. Полностью укомплектовано. Сначала мы поговорили с командой, когда они пришли постираться в центры для их сменов. Мы рассказали им о себе и попросили поддержать, когда будем разговаривать с капитаном. Уже на «Каймане» мы говорили с капитаном. Оказалось, что Егор знает не только капитана катамарана, на котором мы пришли на фолкленды, но он знает капитана российской яхты «Урания-2», который пытался обойти вокруг Антарктиды. Вы представляете? Вот такое совпадение. Несмотря на то, что команда укомплектована, капитан сказал, что он согласен нас взять, но предварительно он обязательно должен поговорить с ребятами. И ответ нам даст только утром. Утром нам дали положительный ответ, и мы уже второй раз нашли лодку, непосредственно обходя в «Марине» и разговаривая с капитанами. Так что вариант оффлайн нахождения лодки очень реален. И еще пару слов о таком яхтостопе. Когда мы пришли в Санта-Люсию, мы воодушевились своим удачным поиском лодки и огромным количеством яхт, и решили, что уж теперь-то мы легко найдем лодку в Южную Америку. У нас тогда на Карибах не выполнилось одно условие. В это время года из Санта-Люсии в Южную и Центральную Америку никто не идет. В декабре на Карибах популярны круизы по островам. Или раллийные яхты возвращаются назад в Европу. Для нас это совершенно неинтересно. Участвовать в круизах у нас нет денег. И третье, лодки поднимают в док, капитан вместе с командой уезжают домой. Ожидаемо две недели поисков, ничего не дали. И нам пришлось искать билеты на самолет и лететь в Колумбию. Итак, удачного вам поиска яхты! В следующем выпуске я расскажу о том, как найти лодку онлайн. Чтобы не пропустить, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Всего вам хорошего, мира и добра! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok